Улица Школьная, дом 21, Соколенко, Игорь Анатольевич. В Северо-Анисейском районе в поселке Тея построили несколько новых благоустроенных домов. На воселье отметили 80 семей. Они видят, что я форуме берете, и смотрю, глаза загорелись. Назаровский военкомат провел встречу с курсантами военных училищ. Я вижу, как по-другому пожилые люди воспринимают, казалось бы, те же самые шедевры Сурикова. И это, конечно, в мою копилочку знаний добавляет. В Железногорском университете третьего возраста возобновились занятия. В декабре 2015 года в поселке Тея был сдан 16-квартирный дом в микрорайоне Тарасовский. Счастью новоселов не было предела. А уже в начале нового года сдали еще три дома для 65 семей. Жилье многое определяет. Это стабильность в семье и на работе. И незачем человеку искать счастье за 3-9 земель, когда родной район может обеспечить ему не просто крышу над головой, а отличное качественное жилье. Причем жителям оно дается в районе бесплатно. Постараюсь быть краток, потому что я чувствую, что вы уже здесь продробли все. Поэтому я поздравляю всех в воскресенье с новосельем, потому что Тея давно уже не испытывала, да никогда не было, чтобы сразу водилось по 80 квартир, притом благоустроено. В ожидании начала церемонии вручения ключей от новых благоустроенных квартир собравшийся народ стал подмерзать, ведь крещенские морозы еще не покинули Северо-Енисейский. Но, несмотря на холод, все были в предвкушении того, когда переступит порог своего нового жилья. Улица Школьная, дом 21, Соколенко, Игорь Анатольевич. Заветные долгожданные ключи уже в руках новоселов. На лицах радость и лучезарные улыбки. Возможность перерезать красную ленточку предоставлена главе Северо-Енисейского района Ишмурата Гайнудинову и заместителю директора строительной компании «Сибирский строитель» Рашиду Султанову, людям, благодаря которым у жителей сбываются мечты. Подрядчиком строительства двух четырех этажек выступило предприятие «Соврудник». В домах выполнена отделка по современным технологиям. Комнаты большие и просторные. Площадь квартир от 49 квадратных метров в однокомнатной и более 70 квадратов в трехкомнатных квартирах. Квартира очень хорошая, понравилась. Все у нас устраивает. Хорошо, мы теперь хоть не забыли мерзнуть в своем бараке. Квартира очень понравилась. Настроение праздничное, хорошее. Очень счастливое. И действительно, как не радоваться, когда такие красивые благоустроенные дома были построены в кратчайшие сроки. Я считаю, что на Тее такие дома очень даже нужны для жителей. Тем более, если ветхое жилье. В итоге, общими силами цель достигнута. Новые благоустроенные дома радуют жителей поселка Тея. А новоселам остается пожелать семейного тепла и благополучия. Детская воспитательная колония Канска обзавелась новой столовой и прачечным комплексом. На днях состоялось их торжественное открытие. Строительство объектов длилось порядка двух лет. То, что мы им здесь даем и преследуем какую цель, чтобы отсюда они вышли людьми, грамотными, воспитанными, обученными и так далее. То есть это очередной шаг, очередная ступенька в процессе их воспитания перед освобождением. Прачечная и столовая расположились рядом с уже имеющимися спортивным комплексом и досуговым центром. Всего на их постройку и новое оборудование из федерального бюджета было выделено и потрачено более 117 миллионов рублей. Да вот зачем люди осужденные, значит, а мы туда деньги направляем и так далее. Ну, мне кажется, это не то, что я в этом уверен, что это заблуждение. Почему? Потому что сегодня не только задача стоит изолировать от общества данную категорию граждан. Сегодня стоит задача нашего государства перед сотрудниками, перед органами власти, в том числе, воспитывать, воспитать непосредственно, значит, в различных плоскостях. Воспитание и доверие являются в колонии главными инструментами исправления и реабилитации малолетних преступников. Новая столовая не меняет принципов подхода к осужденным. Вот обыкновенный, казалось бы, дом мы едим, вилковый нож. Нонсенс для тюремного заведения здесь это присутствует. Для того, чтобы дать шанс показать, не отрывать их совсем от жизни. Каннская воспитательная колония является лучшей в России, а потому и отношение к ней особенное. План развития учреждения сотрудниками ФСИНА уже расписан до 2025 года. Построение новой медицинской части, значит, комнат длительного свидания, краткосрочного проведения свидания для воспитанников, административное здание для работы аппарата и сотрудников подразделения, значит, транспортное КПП и ряд еще подсобных и бытовых помещений, в том числе складской зоны, которые действительно необходимы для успешного функционирования данного учреждения. Кроме того, в ближайшее время в этом же здании планируется запуск магазина, в котором осужденные смогут приобретать товары первой необходимости. В этом году в Шараповском районе планируют ввести в эксплуатацию 5800 квадратных метров. Это на 800 квадратов больше, чем в прошлом 2015-м. С такими темпами этот район оказался среди лидеров по строительству в крае. Для сравнения, еще пять лет назад в год вводили в эксплуатацию не больше полутора тысяч квадратных метров. Сейчас Шараповский район участвует сразу в нескольких целевых программах по строительству. Землю выделяют бесплатно. Частные фирмы активно ведут строительство в микрорайонах «Удачный» и «Элита». Индивидуальная застройка ведется в селах Ажинское и Холмогорское. К новым сельским микрорайонам администрация за счет местного бюджета подводит электрические сети и водопровод. В этом году в селе Ажинское, где выделяют землю для многодетных семей, построят больше 170 домов. Еще 39 заявок поступило в администрацию Шараповского района от желающих вступить в жилищный молодежный кооператив и начать строительство в селе Холмогорское. В прошлом году, когда к нам приезжал губернатор Красноярского края, видя наш оптимизм, нашу энергию, нам пообещали поддержку в плане строительства инфраструктуры. Это как раз вода, дороги. Именно в селе Холмогорском и в селе Ажинском. И вот в этом году мы рассчитываем на то, что 5 миллионов 400 тысяч нам все-таки будет выделено из краевого бюджета на строительство коммунальной транспортной инфраструктуры. Житель Каннской ефрейтор запаса Владимир Йенин награжден медалью за возвращение Крыма. Почти два года назад Крым и Севастополь вошли в состав России. Во время подготовки и проведения референдума общественный порядок на полуострове поддерживали вежливые люди. Так местные жители прозвали российских военных. За участие в возвращении полуострова многие из них получили награды, в том числе и Владимир. В 2014 году он проходил срочную службу. Сейчас молодой человек уже успешно демобилизовался и вернулся домой. Мы не воевали, мы просто участвовали в боевых действиях, мы разворачивали лагерь. Хотя мы даже первое время не знали, что мы делали. Мы думали, что это господин какой-то для больных, для раненых. Но оказалось, что мы просто были готовы, если в случае какого-то ухудшения ситуации, мы были готовы все туда задействоваться. У нас было три бригады, мы были на границе. Между Ростовом и Тоганаром. Трое десантников и один летчик-истребитель. Через пару лет эти назаровские парни получат офицерские звания. А пока они курсанты военных училищ. Раньше в Назаровском военкомате такие встречи проводили не часто. Не так уж и много было курсантов в последние годы. Но теперь появилась надежда, что ситуация изменится. В 2015 году в высшие и средние учебные заведения при Министерстве обороны поступили 9 человек. В этом году поступление в военные училища запланировал уже 31 назаровский юноша. За последние годы, скажем так, количество у нас увеличилось с нашего отдела, которых мы направляем. В принципе, по всему краю количество ребят и желающих обучаться. Основное то, что получение образования и образование получается за счет государства. Бюджетно и гарантированно трудоустройственно. То есть, первый контракт у них идет, они 5 лет после учебного заведения еще имеют гарантированное трудоустройство. Единственное, что учебу, их служба будет проходить по всей территории России. То есть, куда пошлет родина, там он и будет. Но это профессия такая, которую нужно выбирать ему и его семье. Стать курсантом непросто. Большая конкуренция и высокие требования к здоровью и физподготовке. Александру поступить в высшее военное училище помогла армия. Учиться молодой человек пошел после срочной службы. В отпуск в родной город приехал, чтобы сыграть свадьбу со своей любимой. Скоро в их семье появится малыш. Родные поддерживают его в стремлении стать военным. Сейчас многим молодым людям, на гражданке, грубо говоря, делать нечего. То есть, ты здесь вроде отучишься. Но стажей работы, если нет, то везде тебя берут, везде требуют стаж. Ну, здесь же ты отучишься, получишь свое звание воинское. А вот Иван из семьи, где военную службу выбирали в каждом поколении. Парень с детства видел себя десантником. И его мечта близка к воплощению. Выбором молодого человека гордятся все его знакомые. Они видят, что я оформил, берете, и смотрю, глаза загорелись. Особенно у матовшего поколения, который учился в школе, когда в школу пришел. Все так смотрели. Особенно учителя, когда я к учителям зашел в класс. Те вообще горные все. Отпуск курсантов недолог. Парни уже приступили к учебе. Но такие встречи могут стать регулярными. На них в будущем станут приглашать призывников и старшеклассников. Железногорский университет третьего возраста вернулся с каникул. На днях занятия для пожилых горожан возобновились в городском музее. Первую лекцию посвятили творчеству Василия Сурикова. Феномен художника из глубинки и его место в отечественном искусстве. Тема рассматривается серьезно и дотошно, как в классическом вузе. Преподавателем выступила представитель Красноярского художественного музея имени Сурикова. Анастасия Кистова говорит, пожилые студенты очень благодарны слушатели, которые и педагогам могут чему-то научить. Особенно, когда речь идет о каких-то конкретных исторических сведениях, тем более, что они являются свидетелями некоторых событий. Я, поскольку намного младше, мне очень интересны какие-то детали, отношение их к тем или иным событиям. Ну и очень искренняя реакция на те или иные произведения, которые показываешь. Иногда, поскольку до этого я в университете работала и со школьниками, я вижу, как по-другому пожилые люди воспринимают, ну, казалось бы, те же самые шедевры Сурикова. И это, конечно, в мою копилочку знаний добавляет. Большинство студентов – регулярные слушатели музейных курсов по искусству и краеведению. Немалая часть – бывшие работники образования. Тем не менее, даже на пенсии они продолжают учиться. На пути к новым знаниям не останавливают даже морозы. Очень, даже студенты, причем студенты, которые ходят, не заставляют их ходить, а они идут по зову сердца сюда. Пенсионеры рассказывают, в музее получают они не только общую информацию о родном крае или культуре страны. Часть занятий посвящается актуальной жизни города. Слушателям рассказывают о промпарке, кластере, строительстве. Университет третьего возраста открылся в Железногорске по инициативе местного совета ветеранов и Зоюза пенсионеров. Он включен в муниципальную программу «Старшее поколение». Записаться на занятия можно в любое время, так что пенсионеры, опоздавшие к началу года, еще могут рассчитывать на зачисление.